Дорогостоящий ремонт смыло дождем. Из-за сильных ливней, прошедших в Омске, пострадало множество объектов городской инфраструктуры. Не исключением стала и дорогая плитка в парке Зеленый остров. Решивши прогуляться в парке после обильных осадков омичей, практически на входе ждало неприятное зрелище. Пешеходные дорожки в низине парка залило грязью, глиной и утекшей вместе с ней тротуарной плиткой. Как сообщают омские СМИ, обрушение произошло вследствие размытия грунта, который, похоже, не был в достаточной степени укреплен. Напомним, общая стоимость ремонтных работ составляла около 300 миллионов рублей. Коммунист Сергей Гончаров уверяет, торчащие у всех на виду электрические коммуникации фонарного столба явное свидетельство серьезных строительных недоработок. Должны были застройщики, все проектировщики, то есть все должны были учитывать наш климат, зимой мороз, летом жарко, может быть дождь, может быть снег. И все эти условия должны были учитываться при прокладке. И вот, возможно, не учитывались, но кто-то что-то не доделал. Жалко, конечно, и больно вот это все видеть, что года два это уже все делается упорным трудом, и вот выявляются такие недоработки серьезные. Омичи, похоже, устали от постоянной халтуры при обустройстве города. Данный инцидент вызвал у них бурное негодование, которым они поделились в социальных сетях, указывая строителям и директору парка единороссу Алексею Сокину, как следовало проводить работы. Любая плитка, положенная на песок, а не на цемент, плывет, песок вымывается. На такой же дорожке у торговых рядов на Рабиновича промыло целый песчаный ручей. Вот и проверок никаких не надо. Вот вам и акты приема работ. Вот и показатель, как сейчас подрядчики делают. В СССР посадили бы за такое строительство. А вы склон не думали укрепить? Мало того, что там дети могут бегать и нырнуть в эти заросли бурьяны и крапивы, так хотя бы и грунт крепче держаться будет. Погоди бежать дорожка, зацепись за фонарек, не сбежал бы наш Алешка, компетентный паренек. Не спеши, постой дорожка, зацепись за тополек. Вот еще, еще немножко и в Москву сбежит наш паренек. Редактор субтитров А.Семкин